Всем привет! С вами Лилия Донскова. Сегодня у нас будет мастер-класс по уходу за руками, ногтями в домашних условиях. Нам потребуется ванночка с горячей водой, масло, желательно серии СПА. Мне очень нравится это масло для того, чтобы добавить его в воду. Любой скраб, я предпочитаю медовый или тоже серии СПА, есть имбирный скраб. Но сегодня мы будем этим пользоваться. Нам понадобится любое средство или смягчающее, или специальное для обработки кутикулы, для смягчения кутикулы. Средство для ухода за ногтями, то есть это может быть средство против расслаивания или укрепляющее. Я буду использовать средство специальное укрепляющее покрытие для ногтей. Его код 32038. Классное средство, оно чуть с голубоватым таким оттенком. Я его очень люблю, потому что реально дает классный эффект. И любые лайки, которые вы хотите. И конечно же несколько инструментов. То есть это пилочка, ножнички, может быть такая палочка для отталкивания кутикулы. Ну и может быть еще какие-то средства, щипчики, если понадобятся тоже. Итак, приступаем. Первый шаг. Мы берем масло и несколько капель добавляем в воду. После этого мы погружаем наши лапочки в воду. Таким образом масло там растворяется, потому что вода теплая. И я еще параллельно вот таким образом смягчаю кожу и рук, потому что здесь масла, они будут помогать сделать кожу мягче и легче отшелушивать мертвые клеточки. То есть несколько минут, 5-7 минут мы таким образом сидим в ванночке. В это время можно включить приятную музыку, какой-то релакс, побалдеть. Наша задача, чтобы кутикула и кожа размякли, расслабились. После этого мы будем делать следующие шаги. Проверяем. Все у нас хорошо размякло. Лишнюю воду я промакиваю полотенцем. Не нужно вытирать досуха. Беру скраб и небольшое количество... Ох, как он активно у меня болелся. Небольшое количество скраба я беру на руки и начинаю втирать себе ноготочки. И в область кожи рук, кистей. И захватываю обязательно чуть выше сгиба кисти. Таким образом. Массаж идет примерно 3 минуты. После этого вы можете сразу смыть проточной водой. И продолжать последующие действия по обработке ногтей. Я когда смывала скраб, я воспользовалась щеточкой. И делала такие движения. То есть я зигзагообразно туда-сюда потерла под ноготочками. Посмотрите, как осветлилась кожа. Какие стали чистые уже ногти. Теперь что нужно сделать? Нанести крем для кутикулы. Ну или смягчающее средство. Я вот люблю этот крем. У меня вот уже прям его немножечко осталось. Его наносим тоже на несколько минут. Оставляем, чтобы он кутикулу размягчил. Но у нас уже в принципе кутикула такая мягенькая. Потому что мы с ней хорошо поработали. Ванночка, скраб, масла. Все это играет свою роль. И получается, что у нас уже готовы ногти для того, чтобы отодвинуть кутикулу. Поэтому я сразу баночку закрываю. Полотенчиком убираю излишки вот с этой стороны, чтобы мне не мешалось. И беру палочку. Баночка мне уже не нужна. Беру такую палочку и начинаю просто отодвигать кутикулу. Аккуратненько заправляю ее вниз, чтобы не срезать. То есть когда мы делаем такие действия постоянные, кутикула перестает расти, перестает нас беспокоить. И вот такая становится аккуратненькая ногтевая пластиночка ухоженная. Итак, я убрала специальной палочкой абрикосы ненужную кутикулу, оттолкнула ее вниз. Кое-где мне пришлось отщипнуть специальными щипочками, такими маленькими. Но это было прям незначительно. Немножечко по бокам. И вот посмотрите, что получилось. То есть маникюр стал уже такой, ногти чистенькие, гладенькие, обработанные. Сейчас нам необходимо нанести специальное средство для того, чтобы ногти укрепились. И на это средство, после того, как оно уже высохнет, можно будет наносить любой оттенок лака. Итак, смотрите, как это выглядит. Берем кисточку, наносим на нее средство, снимаем излишки и аккуратно наносим на ногтевую пластину тонким слоем, распределяя везде, захватывая также по бокам, потому что ноги иногда красят, сбоку забывают. И так мы проходим все ногти. Вот что получилось. Покрыла ногти укрепляющим покрытием. И в принципе, они уже такие ухоженные, чистенькие. Можно даже лаком не покрывать. Но я обязательно покрою лаком. Потому что я хочу красивый маникюр. И сделаю это из разных оттенков. Собрала разные лаки. Один шоколадный. И я сделаю ноготочки разные. Лак мне очень нравится. Смотрите, какая кисточка удобная. Она слегка закругленная. И как раз ложится по форме ногтя. Буквально два движения. И ноготок покрыт. Выглядит лак, как будто это гель-лак. Очень красивый. Дает объем, блеск и красоту. Сейчас накрашу все ноготочки. И вам покажу, что получилось. Вот что у нас получилось. Вот такой вот сочный, интересный маникюр. Я использовала три оттенка лака. Чередовала так, как мне нравится. Осталось только закрепить специальным средством, которое продлит жизнь лака примерно на 2-3 дня. Ну и конечно же, помните, что нужно всегда наносить крем для рук. Не экономьте на этом. Я использую разные кремы. Вот сейчас мой любимчик. Это крем мед и молоко. Итак, подведем итог. Что мы использовали? Первое. Мы сделали ванночку со специальным маслом. Шведиш спа. Код масла 18765. Далее. После того, как кожа и кутикула размякли, мы использовали скраб. Его код. Сейчас найду его код. Где-то прячется. Ага, вот он. 175-56. Медовый скраб для тела. Он прекрасно подходит для рук. Помните, что массаж нужно делать примерно 3 минутки. Активно очищайте кутикулу вокруг ногтя. Когда мы смываем скраб, используйте щеточку. Очищайте кутикулу. Помогайте ей отодвинуться с ногтевой пластины и чистите изнутри сами ноготочки. Далее мы использовали специальное средство для смягчения кутикулы. Можно использовать смягчающий крем, но я предпочитаю специальное для ногтей, потому что оно прекрасно удаляет кутикулу. Далее апельсиновой палочкой я убрала кутикулу, задвинула ее аккуратненько вниз и удалила ненужные по бокам наросты из мертвых клеток специальными щипчиками для ухода за ногтями. Нанесла средство укрепляющее, дала ему хорошо высохнуть. Это средство прям запишите 32 038, мое любимое, оно действительно дает шикарный результат, я им пользуюсь уже давно. Далее мы использовали лаки, вы выбираете те оттенки, которые любите, которые вам подходят под ваш гардероб. И сверху, помните, нужно закрепить специальным средством. Я использую защитное покрытие 2 в 1. Но есть еще у нас специальное гель-лак покрытие, оно еще круче. То есть выбирайте те средства, которые вам больше нравятся. И помните про крем для рук. Он всегда должен быть у вас в уходе. После того, как помыли посуду, искупались или перед сном я всегда наношу крем, потому что он помогает сохранить кожу мягкой, гладкой и шелковистой. Желаю вам всем отличного дня. До встречи. Пока-пока. А с вами была Лилия Донскова.